МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Это программа «Влияние». Спасибо, друзья, что вы с нами. Я сегодня снова не один. Юра Аскеров. Юра, приветствую. Будь благословен. Тринадцатая программа. Уже ты считаешь. Я уже считаю. Тринадцатая программа. Верю, что не последняя. Ну, слава богу. Мы окончили прошлый эфир с тобой на прошлой неделе относительно эсхатологии. То есть эсхатологические притчи. И сегодня мы перейдем, прежде чем мы перейдем к 25-й главе, это следующая притча о событиях последних дней. Мы будем говорить с тобой. Все-таки мы остановились, не полностью изложили наши мысли, твои мысли относительно все-таки евреи в ожидании второго мессии. Хорошо, спасибо за этот вопрос. Ну, во-первых, это не мои мысли. Это иудаизм. Это их, как говорится, мысли. Это то, что они пишут. Это то, что они исследуют. То есть образ мессии они взяли из 45-й главы пророка Исаии. То есть там написано за царя Кира. Что когда царь Кир разрешил, то есть он подписал указ, по которому он разрешил евреям снова вернуться в землю обетованную и отстроить храм. То есть этот указ имел очень большое значение. Почему? Потому что не только на это время, но и через 17 лет он возымел очень большое влияние. В чем это было? Это заключилось в том, что когда евреи начали строить храм, мы когда-то с вами говорили, пришли маавитяне и самаряне, то есть Санавалат и Товия, и они сказали евреям, мы хотим строить храм вместе с вами. А те сказали, нет, храм должны строить мы. То есть чистое должно делаться чистыми руками. И эти люди, то есть Санавалат и Товия, написали письмо царю Персидско-Медийскому и сказали, что этот народ, этот город бунтарей. Это из Ниэми, ты говоришь? Да, да, да. Он никогда не платил подати и так дальше. Царь нашел эти документы. Свитки эти? Да, потому что царь Персидско-Медийский был не только законодателем, но и первым исполнителем законов, потому что он был пример для всех. И это очень важно. И прошло 17 лет, и мы знаем, что два пророка восстали, Агей и Захария. Агей пророчествовал к народу, Захария напрямую к Зарававилю и сказал, не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь. Зарававиль прекрасно понимал одно, но если сейчас он дает разрешение на строительство храма, его ожидают три буквы К. Крест, кол, костер. Он проходил обряд отожесления. Он знал все, что за непослушание царю Персидско-Медийскому страшная казнь. Перцы не шутили. Но с другой стороны, это был голос Божий, и он понимал, что Захария – это Божий пророк, и он дает право разрешения строить храм, который не строился 17 лет. После указа, который царь запретил. Мы говорим о втором храме. Да, 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 о втором. Очень важно говорить, что это второй храм. Храм, который назовут храмом Зарававиля. Да. И впоследствии, который модернизирует Ирод. И Санавалат, Итовия, Прыщетутка, почему вы это делаете? Вам же запретили, говорят, а нам разрешил Кир. И тогда эти люди пишут царю персидско-мидийскому и говорят, слушай, найди в архивах. И эти люди нашли в архивах этот указ. И тогда царь написал им, чтобы они убрались с Иерусалима. Дальше, чтобы Самария платила всю дань на стройку храма. А если я не ошибаюсь по данным, Самария платила где-то 800 или 900 талантов золотом. То есть это довольно огромная сумма. Все и шло на строительство храма. Самария должна была обеспечить деревом храм, то есть на стройку и жертвоприношение. Все должна была обеспечить Самария. То есть это был царский указ. То есть практически нечестивый царь, он наложил дань на Самарию, для того, чтобы они помогали строить храм. Да. И мы видим, что этот указ возымел. И плюс царь пьесиско-медийский еще навел проклятие. Он сказал, что пусть то и то случится тому, кто протянет руку на этот храм. Три человека это сделали, и трое умерли страшной смертью. Это Антиох IV, дальше это Веспасиан и Тит. То есть не Тит Веспасиан. И это был... Кто-то из них. Да, 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 да. Вот просто сейчас немножко... Хорошо. И три человека погибли страшной смертью. То есть Гни и Помпей. Третий. И получается, в закон указ Кира возымел сильнейшие действия. И вот теперь для иудеев Кир стал прообразом мессии. Первое. Он должен возвратить людей с пленения. Раз. Во-вторых, он должен разрешить евреям поклонение. Два. И третье. Он должен отстроить Иерусалимский храм. Сегодня эти три вещи, они говорят о мессии. Мессия должен вернуть с пленения, разрешить, как говорится, поклонение, ну, отстроить храм и отстроить Иерусалим. И мы видим, что они сегодня ждут именно этого мессии. То есть... Это политическая личность. Согласна, согласна. То есть они ссылаются все-таки на Кира, да? Ты говоришь, для них прообразом мессии является Кир. Кир. Интересно. Да. Интересно. Интересно. И многие евреи говорят, что это не будет божественная личность. Это будет политик. Ну, я слышал Замира Коина, это один из мудрейших еврейских раввинов. Я очень люблю слушать его. И он говорит, что когда придет этот человек, многие увидят, что это еврейский мессия. И они скажут, да, еврейский мессия лучше, чем наш царь. Давайте мы предложим ему власть. То есть он сосредоточит в своих руках политическую, наверное, военную и религиозную. Наверное. Наверное. И вот это сегодня ждут евреи. Это сегодня еврейский взгляд на мессию. То есть то, как мы понимаем в традиционной нашей форме изложения, понимания, возвращения мессии, это не совсем точно. То есть мы всегда понимали, что евреи, если ждут мессию, вот с неба явится Иисус Христос. И вот согласно изучению иудаизма, ты все-таки делаешь корректировку в нашем традиционном понимании. Но это мы понимаем так, что еврейский мессия будет именно оттуда. Но евреи говорят другое. Понял. И они, что они сделали? Они отвели от мессии божественные полномочия. Почему? Потому что христиане говорили, что Иисус, этот человек, то есть тот, который пришел с неба, Божий Сын, который пришел, воплотился в теле человека. И вот сегодня мы имеем вот этот маленький контраст. С одной стороны, христианство, с другой стороны, иудаизм. Последняя книга Библии, это откровение, она говорит, что именно этот человек, то есть который придет как политическая личность, впоследствии возомнит себя, вернее, не возомнит. Вот тут очень интересно, Писание говорит, смертельная рана. То есть этот человек будет убит. Который потом оживет, заживет смертельной раны. Извините, сатана это обезьяна Бога. Он все копирует то, что делает Бог. Я обычно говорю попугай, а не обезьяна. Я услышал это выражение где-то лет 15-20 назад. И получается так, он во всем копирует то, что делает Бог. И в данном случае этот человек, эта личность, снова же она воскреснет. но теперь в него войдет не человеческий и не Божий дух, а демонический дух, который будет теперь делать все то, что требует, как говорится, силы с ада. Так смотри, смотри, Юра, тогда вот смотри, к чему мы подошли. Мы подошли к тому, что все-таки то, что Христос говорил в свое время в беседе с учениками, что меня не приняли относительно израильского, но придет другой в мое имя, его примут. Его примут. То есть это получается, что все-таки даже ссылаясь на прообраз Кира, который евреи в чаянии ожидают, в чаянии своими, то есть все-таки в этой личности будет заключено вот это вот. Мы говорим, это будет. И если мы, если ты говоришь что дьявол, он копирует, он копирует, почему я говорю попугайничает, потому что обычно обезьяне, они гримасничают, они гримасничают, а попугайничают, это эти птицы. Ну ясно. Ну да, попугай. Поэтому смотри, если дракон, потом уже пророк и антихрист, то есть то, что то, что дьявол копирует божественную троицу, это Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, дьявол, он выбрал дракона, антихриста и лжепророка. То есть и дух лжепророка, который войдет все-таки в антихриста, да, вот он и будет вот этим ожидаемым евреем мессией. Хорошо. Еще одна деталь. Дело в том, что мы возьмем немножко сейчас маленькое толкование служения и освобождения. Они говорят, потому что я немножко и шел когда-то в этом служении, они говорят, когда человек теряет сознание, когда разум не контролируется, тогда в человека может войти сила зла. В данном случае три дня будет мертвое тело. Три дня. то человеческий дух уйдет, но войдет демонический. То есть, ну извините, это будет зомби, ходячий зомби. И он будет настолько ярко выраженный, потому что очень много живущих на земле сегодня людей, они находятся одна категория яр, то есть одержимый дьявол, демон позес, это одержимый дьявол, но миллиарды людей, включая те, которые исповедуют чужого бога. Это те же самые мусульмане, это те же самые буддисты и всякие исты, да, за исключением христиан, даже христиане могут, они имеют, они могут быть демон опресс, то есть под воздействием сатанинских атак постоянно, то есть есть ярко выраженная одержимость, а есть завулированная, то есть скрытая форма одержимости, которая называется не ярко выраженный одержимый человек, а под воздействием, постоянно находится под воздействием. Я понимаю, Юрий, но у нас сегодня другая программа, и мы немножко возвратимся обратно в те эти то есть и ты говоришь, что настолько он проявит себя ярко выраженным одержимый уже духом лжепророка, да, что эта личность, этот ожидаемый мессия, о чем мы говорим, он проявит себя в жестокой форме да, после смерти, после смерти, это уже после смерти, да, сначала это будет мудрейший политик, который сделает, который успокоит войны, который сделает так, что евреи построят храм. Я не знаю, как он это сделает, но мы знаем, что третий храм будет, и евреи уже полностью готовятся к этому. Уже, как говорится, делается одежда для священника, уже выбран первосвященник, уже, как говорится, делаются инструменты для храма, уже все, все, все готово, только дайте возможность строить храм. Но ты владеешь информации такой, что небезызвестный Джан Хегги, Джан Хегги, это в Сан-Антонио, Тексис, знаменитый пастор. Очень знаменитый, ему 75 лет, по-моему. Его знают везде. Но ты телевизор не смотришь, поэтому Джан Хегги. Он возглавляет движение американских евреев за поддержку Иерусалима. У него около 4 миллионов последователей здесь. Он собирает молодежь американскую для того, чтобы проводить семинары, конференции трехдневные, оплачивает им проезды, оплачивает в Вашингтон, Ди Си, гостиничные номера, только чтобы все-таки возбудить этот дух ревности относительно израильского народа. Так вот, он пожертвовал последние 5 лет, за последние 5-6 лет, он пожертвовал много миллионов долларов, много миллионов на раввинов иерусалимских. Он имеет центр там также свой, для того, чтобы они уже начали приобретение амуниции для иерусалимского храма. Когда я об этом услышал, в моей голове возник огромный вопросительный знак, а вы жди, так пастор Хегги, он должен понимать, что они же другого мессию примут и посадят его в этот храм, на который он дал деньги, миллионы, кстати, 15, по-моему, миллионов долларов он выделил от своей церкви, для того, чтобы все-таки они там и эти, и всевозможные одежды эти приготовили, ну, ты знаешь эти все тонкости, anyway, поэтому, поэтому, но тем не менее, американские христиане, они содействуют строительству иерусалимского храма. Вот с 93-го года, когда я возглавлял, ну, как возглавлял, то есть мы сначала от миссии начали искать евреев по нашему городу, потом, кого мы нашли, мы объединили в еврейскую общину, то есть и у нас была отдельно молитвенная группа. Ко мне приходили постоянно люди в один день, мы молились за Израиль, мы молились за Израиль, мы молились за евреев, мы молились, чтобы Бог делал работу среди них, то есть это была наша молитвенная группа. И когда мы видели какие-то, ну, события, которые происходят в мире по отношению к Израилю, и когда мы видели, что Бог благословляет и нас через наши молитвы, мы были очень рады. Почему? Благословенные, Слово Божье есть, и оно говорит, этот храм будет. Независимо от нас, от нашего мнения, но он будет. Но благословенные, как хорошо плыть в Божьем потоке, иметь Божье благословение, молиться за то, что Бог говорит. И Писание говорит, что исполняющий волю Божью будет живо в век. И еще интересно, насколько многоразлична величайшая премудрость Божья, которая заключается даже в том, что Бог, зная, что Антихрист же сядет, которого в свое время Господь убьет, убьет духом уст своих, написано, и Господь допускает это. Насколько величайшая мудрость Божья, которую мы не постигнем. Почему Бог это делает? Но Господь допускает это для того, чтобы собрать и восстановить Израильское царство. Вы знаете, Юрий, возможно, это единственный путь, через который Израиль примет Христа. Возможно. Интересно. Почему? Потому что они увидят того человека, которого они хотели увидеть, увидеть, что этот человек, добравшись, говорится, до вершины. Что он обманщик. Да. И потом они увидят, что этот человек не то, что обманул, он разбил все их надежды. Потому что Писание говорит, в храме Божьем сядет как Бог. Выдавая себя за Бога. Все. Извините. А это разбивает все иудейские толкования о том, что человек это божество, который сядет в храме. И в данном случае мы видим, возможно, это единственный путь. И написано, откроются глаза их. Да? Да? И мы видим, что это реальность, которая происходит сегодня, между прочим, на наших глазах. На наших глазах. Мы сегодня являемся свидетелями, как говорится, когда история Божьего народа, она делается. Когда сегодня сбывается Божье слово на наших глазах. И Писание как говорит, когда вы видите все это, ну, поднимите головы ваши. Потому что близится время избавления вашего. То есть, это довольно интересно. Вот с нами в эфире Юрий Аскеров, учитель иудаизма. И, кстати, мне кто-то из зрителей задал вопрос. Важен ли иудаизм в понимании учения для церкви сегодня? Почему он важен, Юрий? И ты глубоко в этой теме, в иудаизме. И мне задали вопрос по одной из последних наших программ, не помню, кто, но были звонки. Почему он столь важен, иудаизм, вот, в понимании учения для церкви? Хорошо. Во-первых, во-первых, потому что все Писание еврейское. Ну да, это правда. Это правда. Дальше, понять многие места мы можем только с позиции еврейской культуры. Ну вот смотрите, Юрий, давайте мы с вами просто представим картину. Мы идем с вами и видим где-то около церкви или что, человек, который сидит слепой, просит милостыню. И тут кто-то из прохожих у нас спрашивает, ребята, скажите, пожалуйста, этот человек, то есть его родители согрешили, или он, что он родился слепорожденным? Мы, наверное, посмотрели на этого человека и подумали, ну странный ты человек. Ну как может человек то есть согрешить, если он еще не родился? Ну да. Ну как? Извините, но в иудаизме было три учения. Три учения, первое, то есть о создании души, второе, учение о рекорнации, и третье учение о... вот забыл. Ну рекорнация, я приложу толкование, это перевоплощение. Да, перевоплощение. Ага. И третье учение, это согрешение души до рождения. То есть евреи учили то, что когда Бог создал весь духовный мир, это еще до первого дня творения, Он и создал души всех людей, которые в определенном месте находились. Находились, да. Ну мне наши братья говорят, слушай, ну что ты такое говоришь, ну разве это можно, это что-то сродни ереси. Я говорю, дорогие мои, ну скажите, а почему вы ересь проповедуете? Я говорю, какую мы ересь проповедуем? Что когда человек умирает, душа уходит от человека. Ну извините, значит она уходит, значит она должна прийти как-то. Возвратиться? Нет, сначала она приходит, а потом она уходит в место для нее предназначено. Здесь отдельная тема, потому что душа это то, что связывает дух и тело. Душа это производная между духом и телом. Душа это как в оболочке комплекс наших эмоций и все, что связано из чувств. Иудаизм понимает это по-другому. Ну да. Что дух является, как говорится, третьей составной души. Сначала идет тварное начало в человеке, то есть и создал Господь Бог человека душу живую, и создал Господь Бог животных душу живую. Дальше идет руах, то есть дух, то есть второе составное. То есть это дух, который командует над плотью человека. Дальше над ним стоит ниша-машадай, то есть дыхание вседержителя. Дыхание вседержителя дало мне разумение, и дыхание вседержителя дало мне жизнь. То есть это интуитивная сфера в человеке. Снова же, дыхание вседержителя дает жизнь и дает разумение. Дальше над ним стоит то, что мы понимаем душа. Это разум, это чувства, это эмоции, и это воля. И самый верх занимает то, что евреи называют нефеш-ихеда, то есть душа единственная. Это место общения Бога в человеке. Юра, позволь мне тогда задать вопрос? Позволь мне задать вопрос. То, что на сегодня земную планету населяют порядка семи миллиардов людей. Когда рождается человек, вот он обретает дух, ты мне скажи твое понимание, будет очень интересно для наших зрителей. Когда Бог вдунул в Адама дыхание жизни написано и стал человек душой и живой. Вот все последующие поколения, через тысячелетия, рождаемые на земле, получают ли они этот дух через частью ДНК, посредством ДНК, так называемого, или другое понимание. Господь же постоянно не делает вот единожды он вдохнул или он постоянно дышит. То есть, ты понял мой вопрос? Я понимаю. Или он вложил молекулу ДНК в первоначального человека, которым есть Адам. И потом через это ДНК переходит этот дух через все тысячелетия до пришествия. Какой прекрасный вопрос. Господи, Священное Писание дай, пожалуйста, ответ. И Священное Писание дает ответ. Давид пишет, Иов пишет, что их в очреве матери. Да, совершенно верно. Да, да, да. То есть, я понимаю, что это Божья работа как бы индивидуальная. Но есть, например, понятие, как ты сказал, ДНК. То есть, оно передается. Я, например, похож на своего папу, свою маму. Но, извините, внутренне я на них не похож. Почему? Потому что, ну, было рождение само собой, но было время, когда Дух Божий пришел в день моего покаяния. Он изменил. Юрий, я никогда не сидел бы с вами, вот сейчас здесь не говорил бы. Потому что, во-первых, я немножко был неразговорчивый. Во-вторых, я боялся аудитории. В-третьих, я боялся камер, микрофонов и всего. Я не знаю, смотрит камера, а что дальше? Но это боясь всех людей, которые начинают. Но это одно. Но Божье дало свое. И где-то отошло боясь аудитории, где-то отошло что-то другое. Почему? Потому что Божья работа с человеком. Почему мы говорим, что с каждым человеком индивидуально идет Божья работа? Мы с вами говорили про музей испытания. Индивидуально Божья работа идет с каждым человеком. Тем более Дух Божий представитель Бога на земле. Очень интересную мысль сказал. Я вспомнил свои страхи от первой камеры. Это знаешь, не было? Это было в Магадане, на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке, когда на областное телевидение пригласили нас, мы улетели на несколько месяцев прямо с команды нашей из Сиатла. И вот когда на то время это был 98-й год, цифрового телевидения не было, были ужасные, мощно направленные на меня прожектора, это было аналоговое телевидение, и надо было очень много света. Не так сейчас приятно, правда? Приятно, и не слепит, и не светит сильно, но тогда было по-другому. И когда на меня направили прожектора, и я смотрю в эти камеры, это прямой эфир какой-то был, и я слышу, директор кричит, мотор, мотор это означает, давай, и на меня нашел страх. И я думаю, господи, если ты меня не выручишь, а я должен был первую тему говорить, а там полностью светская аудитория, полностью светская, это светский канал областное телевидение Магаданской области, это, по-моему, первый канал российского телевидения областного. И я подготовил 15-ю главу Луки, это обращение блудного усыня, но думаю, я этим магаданцем, в 98-м году там такого же не было еще, вот, и я понял, что я пропал, меня ушло, я никогда перед камерами не был, я никогда перед этими объективами и перед прожекторами я не сидел никогда. И потом я слышу внутренний голос, говорит, Юрий, не смотри на камеры, смотри на людей, которые сидят в своих домах. И для меня это как к откровению. И уже вот 20 лет мы будем праздновать скоро, в сентябре месяце телевидение, когда я впервые сел за телеобъектив. И с тех пор я никогда, когда я говорю в камеру, я не вижу камеры, я вижу людей, Бог дал мне на сердце и дает на сердце понимание, что это сидят люди. Поэтому я совершенно, хоть здесь 5 камер, но я не вижу камер. Я вижу людей в домах, я вижу людей в городах, в штатах, в странах, на континентах. То есть это мне настолько помогло. И с тех пор я не боюсь камеры. Для меня камера это как родной брат и родная сестра. Я понимаю. Почти как родной отец. И поэтому это помогло мне и тебе поможет во имя Иисуса Христа. И уже помогло, видишь. Поэтому то, что ты сказал, Юра. И вот поэтому мы возвращаясь к ДНК. Вот когда Дух Божий возродил тебя, то есть ты что-то новое получил, я так понял, да? То есть первоначальное ДНК, оно же так идет само собой. Да, я понимаю. Дело в том, что мы остаемся похожи на наших родителей. И снова одна из наших тем, которые мы должны были сегодня говорить, это за таланты. Да. Бог раздает таланты. Снова же Он уходит. Мы видим, первое пришествие Христа, оно окончилось. мы ждем второго. То есть мы уже сказали мысли евреев. Это хорошо. Но теперь то, что говорит Писание. Он пришел, Он дал таланты, то есть Он дал способности. Способности разные. Одному Он дал способность хорошо петь, другому Он дал способность хорошо говорить, третьему Он дал способности к изучению Писания, четвертому Он дал душепопечительские способности, пятому Он дал организаторские способности. То есть это таланты, это то, что Он дает для того, чтобы Его Церковь возрастала, чтобы Его Церковь была активной и вела активный образ жизни, ожидая Его второго пришествия. Позволь мне задать вопрос тогда по талантам. Когда Бог спас человека, спасает человека, приводит его в Церковь, помещает его в Царство Божие уже на земле находясь, так Бог устраняет или забирает у людей уже имеющиеся в них природные дарования, или Бог облагораживает их, освящает их для того, чтобы те же самые способности, как ты выше тобой перечислил, те же самые дарования, умения, старания, те же, он освящает для того, чтобы использовать это уже для его славы, как ты понимаешь? Дело в том, что я соглашаюсь вторым, что Бог благословляет, облагораживает, не забирает, но может забрать то, что мешает человеку, может, почему, потому что я знаю много людей, которые приходили с мира с криминала, они были хорошими шулерами и так дальше, Бог забрал их, это ему не надо, а если кто-то пел хорошо, он еще благословляет этого человека, то есть Бог же не заберет голос и талант, ну конечно, ну конечно, я знаю много людей, которые пели и потом пели еще лучше, а некоторые имели организаторские способности, пожалуйста, он это использует для церкви, снова же, если он правильно использует это для церкви, снова, мы говорим, если правильно, почему, потому что, ну я сегодня не хочу говорить о негативном, но знаете, если человек приходит в церковь, если человек приходит в церковь, и он видит, что это Божье, Бог дает ему, извините, мы сразу же не видим, если на яблоньке там чуть-чуть свет появился, маленький плод, мы с чего не срываем, правда? Ну конечно. Мы ждем, когда он созреет, когда это будет прекрасное, вкусное, красивое, сочное яблоко, которое так хочется с аппетитом скушать, это прекрасно, так же само и Божьи дары, которые Бог дает человеку, он проводит его этапами, для чего? Для того, чтобы этот дар сформировался, для того, чтобы этот дар, как говорится, стал прекраснее, лучше, и чтобы этот дар служил не для эгоистических целей человека, а для Божьего Царства, для Бога. Это огромное благословение, и я знаю много таких людей, это прекрасно, наша церковь была прекрасной в этом отношении, но не буду говорить за нее, потому что, ну получается, только хвалюсь одной церковью, но суть в чем, я знаю людей, которые ездили со мной, мы были одной командой, в мире у них не было этого, но после того, когда они пришли к Богу, Бог благословил их, они и пели, и проповедовали, других Бог благословил их руки, они начали делать то, что они никогда не делали. Вот один из моих друзей в Нововолынске, Виталий Датюк, прекрасный человек, пришел с мира, был наркоманом, был о заражении крови, умирал, церковь молилась, Бог поднял, и он себе просто дал слово, что я, например, буду брать на работу и учить людей, и он это делал, правда, и люди его подводили часто, но он свое слово держал до конца, и я знаю, что я уезжал, он это продолжал делать, благословеннейший человек, он и меня учил, и извините, то, что он научил, я помню и сейчас, если бы, например, я был бы Украина, Россия, у меня уже была бы какая-то специальность, я мог уже мастерком махать, кирпичи ложить, плитку немного ложить, он научил, он научил, и извините, у него был дар вот этого учительства, хоть он не сильный проповедник, он практически не проповедует, но насчет помолиться любому человеку, где мы были в метро, в поезде, начинаем говорить, мы молимся, инициатор он, все было прекрасно, все хорошо. Ты знаешь, почему мне нравятся такие люди? Вот как ты, и ежеподобные сотоварищи твои, вот знаешь почему? Потому что, вот, кем человек был в миру, и какую судьбу дьявол ему готовил, и кем человек сегодня стал, мы часто говорим об этом в эфирах, и по большому счету, мы в третьем поколении христиане, мы стараемся держать форму. Я понимаю. Потому что, потому что, знаешь, вот маску держать, форму держать, ну потому что, вот, а вот глядя на тех, которые были на дне, были, ну, в глубокой яме, в долине были, в овраге были, и, 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 и что Бог делает с такими людьми? Я просто восхищаюсь, восхищаюсь, ну, я не хочу, чтобы тут меня восприняли, вот, неправильно, и чтобы не было крен в другую сторону, я восхищаюсь богоугодной, благочестивой жизнью своих родителей. Они не были там, где, например, вот, были те, которые, для меня это, герои веры, и примеры для, для такого серьезного подражания в жизни. Но я восхищаюсь ревностью, вот таких, как вы, усидчивостью, по слову Божьему, по Богу, по молитве, и зачастую, зачастую, не всегда, но, 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 потому что через этот стол, Юра, прошли за 13 лет, ну, ну, тысячи прошли. Ты прекрасно понимаешь. Я понимаю. У нас были другие столы, были другие студии, и прочее, другая, другой интерьер, но, тем не менее, ряд из тех людей, которые настолько горят по Богу, и его ничем не потушишь. Мы стараемся его потушить, мы стараемся говорить, слушай, а ну-ка, а ну-ка сядь, ты еще там, тебе надо еще сзади посидеть лет 10, 15, 20. А Юра Аскера говорит, нет, а я все равно буду проповедовать, а я буду все равно изучать. А ему говорят, Юра, там это, а ну-ка, на задворки сядь. Я утрирую, да? А Юра Аскера говорит, слушай, звонит мне вчера, говорит, Юрий, у меня такая тема, Бог дал такую тему. Вот, и мне это, Юра, нравится. Я понимаю, Юрий, я бы сейчас не сидел бы здесь. В 85-м у меня обнаружили рак кровеносных сосудов. Врачиха, когда увидела, она испугалась. Она просто мне сказала, молодой человек, вы, вы что, шутите своим здоровьем? Лечение ничего не помогло. И если бы не Бог, если бы не Бог, ну, я бы не сидел бы, потому что довольно страшная судьба ожидала меня. Итак, Юра, таланты, мы говорили о талантах. Хорошо. А теперь, а ну-ка, интересная мысль у меня в размышлении насчета 25-й главы, о чем, куда мы пошли, это имение. А ну-ка, приложи толкование к имению. Хорошо. Ну, если мы видим, что вот, это надо вернуться в 24-ю. Ну, в 24-ю, когда домоуправитель уезжал, он поставил человека управлять его имением. Его имением. Это имение не наше. Конечно. Это Божье. И это то, что Бог дает для нас. И дано на время. Да. На время, да. Вопрос заключается в том, что многих людей, вот сегодня мы, говорим, снова вертаемся в церковь. Нас сегодня не учат, как говорится, не мотивируют нас к чему-то. Дело в том, что мотивация – это великая часть. Почему? Великое дело. Потому что, когда человека мотивируют к работе, вот сначала проповедуется Божье Слово. Я всегда рисую треугольник. Сначала идет Божье Слово. То есть проповедник должен его сказать так, чтобы оно задело мои чувства. То есть, чтобы оно эмоционально ударило по мне. Для чего? Мы люди, конечно. Это естественно. Да. Это естественно. Для того, чтобы эта эмоция заставила меня делать то, что он сказал. То есть, эмоции должны вернуть меня к работе. То есть, мы видим во многих местах, но если у нас будут темы по душепопечительству, мы увидим одно, что у людей очень много свободного времени. И это проблема, через которую враг атакует их. И вот для того, чтобы у людей было меньше свободного времени, вот как раз вот эта мотивация к работе. Помочь кому-то, поговорить с кем-то. Вот недавно приезжал один из пасторей из Крыма. Мы с ним говорили. И он сказал, однажды к нему пришла женщина. Говорит, уже очень долго в депрессии, надоело ему. И он ей сказал, слушай, да иди кому-то на улице Евангелия расскажи. Ну, она на него наехала, ушла. Через определенное время прибегает радостно, говорит, пастырь, вышла, негодовала, пошла, нашла человека, рассказала о Христе, слушай, куда ушла депрессия, я радуюсь. Юрий, я это испытывал на себе много раз. Почему? Потому что, когда ты сидишь, закрывшись в своей комнате, вроде кажется, ты один, но, извините, легионы, стрел, летят в ваш разум. И цель этих стрел, большинство, как говорится, ну, довести вас до примитива. Но когда ты выходишь и используешь то, что Бог дал для тебя, его дар, ну, извините, с каждым человеком мы можем поговорить о том, что Бог сделал с нами. Прекрасно. Но не ставить в основу себя, вот посмотрите, какой я хороший, он хороший, он благословенный, он сильный, он способный, он могущий, сохранить нас от падения и поставить перед славой свою непорочными, он, вся слава ему. Понимаете, когда мы это делаем, то есть это библейское прославление, мы прославляем его, то есть мы говорим о нем, мы знакомим человека с ним, и Бога знакомим с этим человеком впоследствии через молитву. С другой стороны, собираетесь на группы. Первое Коринфонам 14, 26. Когда вы собираетесь, у каждого есть псалом по учению и так дальше, и так дальше, и так дальше. Все, пожалуйста, это реализация тех даров, которые Бог дал для вас. Сначала это маленькая группа. Почему это важно, маленькая группа? Потому что в маленькой группе ты учишься говорить, ты учишься немножко иметь контакт с публикой, ты смотришь, что интересно им, что неинтересно. Как можно сделать так, чтобы заставить их слушать и так дальше. И там же выявляются искусные. Да. Конечно. И впоследствии с этой группы одни идут на проповедь, другие идут на душепопечительство, а третьи идут на дела милосердия. И снова же, мы же не можем сказать, что организм только одна рука. Но не можем и сказать. Организм это и голова, это руки, это пальцы, это ноги, это туловище, это сердце, почки, это все. И даже маленькие кровеносные тельца, это тоже организм. И мы видим, что в одном большом организме сколько много работы. Так же самое и мы. Нас надо мотивировать к служению. Вот, извините, снова за нашу церковь. Нас мотивировали. Нас мотивировали. Нам говорили, что мы во времена атеизма, нам говорили, что мы должны были это делать. И извините, нас воспитывали, извините, религиозными бультерьерами. Потому что на шахте, когда нас цепляли, или где-то атеисты цепляли, мы им не молчали. Мы конкретно говорили. Ребята так и так. Я помню, однажды мы ехали в поезде, я ехал с Израи в Москву. Мои родители жили недалеко там. И со мной в купе ехала одна женщина, профессор Куйбышевского университета, другая, завцеха какой-то крупной, крупного завода в Куйбышеве, ну и ее дочка. И когда мы начали говорить, ну о чем евангелист будет говорить? О Боге. Она стала, посмотрела, говорит, слушайте, нас бы, вас бы, в наш университет, чтобы то, что вы это сказали, вы могли бы сказать там. Женщина, за которую мы говорили, дочь мурманского мулы, когда-то мы говорили с вами, она сказала, извините, если бы мы слышали это раньше, наша бы жизнь была бы другой. А так, говорит, нас травили Ждановщина, и Сталинщина, и так дальше. У нас старались вытравить это все. Но то, что вы говорите, оно облагораживает душу. И вот смотрите, кажется, маленькие разговоры, но в этих разговорах маленькая капля надежды для людей. И снова же, это не мы, это он. Однажды мы ехали тоже с Москвы, ночью, и я говорил с группой людей, и когда уже все легли спать, где-то было около часа ночи, я ишел в туалет, меня какая-то женщина за руку, сядьте. Я сел, она начала говорить, почему вы так плохо говорите вот там за православие, за то, за сё. Вот я была там у мощей, там Саровского. Они так благоухают, я говорю, женщина, поймите, для меня это всё не представляет никакого интереса. Для меня есть Божье Слово, то, что написано там, то, как работает Бог. Я говорю, извините, то, что вы мне сказали, оно относится к библейскому негативизму. И я и начал рассказывать о Боге. Вы знаете, как приятно рассказывать о Боге человеку. И снова же, это талант, который Бог даёт. Это его благословение в мою жизнь. Это его благословение в жизнь моих друзей. Это его благословение в жизнь тех, кому мы это говорили. И вы знаете, приятно ощущать себя в деле Божьем. Ты нужен. Бог избрал тебя. Бог поставил тебя. Бог благословил тебя. Бог дал Слово в твои уста. Бог через это Слово делает работу с другими людьми. А ты просто стоишь и наблюдаешь. И ты просто наблюдаешь и видишь Божью Слову в твоей жизни. Аллилуйя. Да, здорово, здорово. Смотри, Юра, продолжаем мысль относительно имения. Я где-то делился словом на тему. И этим имением, которое мы получили, является, мы можем, до эфира мы чуть говорили с тобой, вот твоя жена и моя жена это его имение. Дети это его имение. И кстати, даны человеку на малое время. На малое время. Многим до 18 даны. А потом 18 человек выходит в море собственной жизни, в океан бушующий и все. Они остаются твоими детьми. Они и твои и не твои. И вот за тот период, что ты получил их, вот Господь за это и спросит. Потом Дух Святой это его имение. Это целая тема все-таки на время или не на время. В другой раз мы поговорим вот будет ли забран Дух Святой или не будет. Это целая тема не об этом. Потом является ли его имением слово? Ну я понимаю, что да и оно является ну Писание говорит слово Божье это Бог. Ну да. В данном случае мы должны различить писанное А, ну конечно. Есть писанное слово, а есть рема получаемая. Потому что написано исходящим из ус. Оно постоянно исходит. Одно написанное слово, а другое исходящее. Вот исходящее это то рема, в котором мы постоянно нуждаемся. практически каждый день нуждаемся. И поэтому что может быть еще имением? Церковь является его имением? Написано куплено. это не является его имением. Здесь больше и намного больше, потому что это как бы невеста Христа, это тело Христово. То есть там есть много символов, которые говорят за церковь. Ну несомненно, очень много. Мы говорим, что Бог Отец, Израиль это его жена, Христос это сын, а церковь это невеста. И будет впоследствии, как говорится, когда Иисус заберет церковь, будет брак Агнца. А что еще имением может быть его? Ты не размышлял над этим? Нет, я над этим не размышлял, потому что я понимаю, что я тоже имение Божье. Ну конечно. И у меня есть маленький удел его деле. Это то, что мое, то, что он мне уделил. А кстати, его имением является время. Время Богом данное это его имение. То есть наша жизнь. Это наша жизнь, да. И написано Бог, я дал им время, вот я как понимаю, я дал им время. Бог знаешь, как дал время? Для... Потому что вселенная находится вне времени, а земля находится во времени. И знаешь, как Бог дал время для земли? Вот так вот, визуально, вот так вот. Это время. И написано, что Бог дал время и забрал время. И написано, который ангел делал по небу, и возвещал громким голосом, говоря, что? Времени уже что? Не будет. То есть Бог дал время, и Бог забрал время. И поэтому время это практически его имение. И вот что с этим имением мы сделаем, такое наше будущее, которое не за горами для очень многих, оно такое и будет. Знаете, Юрий, есть одно очень интересное библейское как бы не то что высказывание, а история за Павла. Когда Павел ушел с Иерусалима и пришел в Тарс, историки говорят, что он или 10, или 14 лет сидел там. Человек, от которого отказалась жена. Человек, от которого отказались родственники. Почему? Потому что он принял Христа. Это по еврейским законам если человек как говорится вступал в какой-то культ, от него отказывались родители, от него отказывалась жена, дети, дальше, от него отказывалась синагога, объявляя его еретиком, а его просто-напросто убирали из числа народа Израиля. Ну, конечно, этому человеку нельзя было дать ни кусочка хлеба, ни воды, ничего. Потому что этот человек принял другой культ. Но я не знаю, что произошло или было это в жизни Павла. Почему? Потому что впоследствии он ходил по синагогам, впоследствии он проповедовал. Но многие историки говорят о том, что жена ушла от него. Потому что во многих местах он говорит о себе как о бывшем женатом человеке. но это такое. Но суть в том, что 10-14 лет человек, который имел апостольство, учительство, пророчество, человек, который имел все духовные дары, он сидел, он ожидал своего. Он ожидал своего. Своего, как говорится, часа, когда Дух Святой пошлет Варнаву, Варнава его заберет. руку помощи ему. Варнава заберет его старца, проведет в Антиохию, поставит перед апостолом. И скажет, это наше. И после этого мы знаем, что Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла. И впоследствии мы видим историю этого человека. Я не знаю, почему описана только эта история человека. Почему не описаны дела Матвея, почему не описаны дела других апостолов. Я не знаю. Хоть они тоже делали большие дела, дошли до Индии. Все практически умерли мученической смертью, кроме Иоанна. Я не знаю, почему именно история Петра, то есть Павла, она так освящена в Писании. Вы знаете, для меня это немножко понятно. И для меня тоже, потому что я говорил эту мысль. А ты скажи свою, но вначале я свою скажу. Восхищаясь тем, кем он был и кем Бог его сделал. Вот этот контраст для того, чтобы для всех последующих поколений мы могли восхищаться Божьими делами и говорить, смотрите, что Бог сделал с Савлом и каким Павлом он его сделал. Смотрите, две трети Нового Завета апостолом написано. Я понимаю, но у меня немножко другая мысль. Дело в том, что после того, когда ну немножко я потерял мысль, но сейчас я ее найду. Дело в том, что этот человек стал маяком для нас. Что такое маяк? Это большое здание, которое обычно ставят недалеко от пристани, для того, чтобы ночью он давал свет. Самый высокий маяк в истории это был Александрийский 186 метров. Следующий в колоссах он был 70 метров в высоту. Для чего он нужен был? Ночь, буря, ничего не видно, но люди видят свет и они идут на этот свет, они идут в тихую гавань. Почему именно это за апостола Павла? Он написал с грешников я первый. Вы знаете, я не могу терпеть, когда кто-то в церкви говорит, вот я первый. Извините, первый может быть только один. Не два, ни три, ни десять, ни двадцать, ни тысяча, только один. Но давайте посмотрим, в чем он был первый. Зная о Боге, зная Писание, он гнал церковь Божью. И он поставлен, то есть, ну, получил прощение, и он поставлен в пример многим людям, которые будут идти вслед за ним, чтобы они видели его. Они, видя его и видя Божье прощение. И вы знаете, есть одна история, я люблю рассказывать эту историю где-то на семинарах, во время проповеди, был в Великобритании один атеистический клуб. И вот два молодых парня, ученые с степенями, они встали и сказали, дайте нам год, и через год мы докажем, что Библия это фикция, а Иисус Христос это мифическая личность. Им все хлопали, говорили, браво, мы даем вам этот год, пожалуйста. прошел год, через год эти ребята стоят и говорят на основании истории, на основании священного Писания, мы сегодня исповедуем веру во Христа Иисуса. Им кричали, да какое вы имеете право, мы не на это вам давали время, кто мог вас сбить с толку? И они говорили, вы знаете, все и шло нормально, мы прошли ветки и завет, наша идея, наша теория подтверждалась. Мы прошли Евангелие то же самое, но когда мы дошли до деяний, нас остановила одна личность. Кто? Апостол Павел. Почему? Потому что с одной стороны это был ярый гонитель церкви, это человек, который отдавал христиан на убиение, а с другой стороны мы увидели, какой поворот произошел в его жизни, и теперь ту ревность, которая была у него когда-то против церкви, он использовал на строительство церкви. И вот мы смотрим, этот человек сегодня является маяком для многих людей, которые бьют себя в груди и говорят, мне покаяния нету. И тогда я показываю историю Павла, и люди понимают, прощение есть, милость есть, Божья любовь может действовать, тебе надо только одно, признать Христа и покаяться перед Ним. И плюс к тобою вышеперечисленному, плюс к этому, мы бы не имели божественную и библейскую правильную структуру построения церкви, если бы не апостол Павел, так как он получил от Господа, а я от самого Господа принял то, что и вам передал, говорит, поэтому он получил от Господа, и на страницах уже его посланий мы видим полностью эта раскладка, вот это вот полный объем вот то, что является на сегодняшний момент церковь, и не только. Взаимоотношения в церкви, взаимоотношения друг с другом, взаимоотношения мужа с женой, то есть он настолько это изложил в деталях, мы бы не, мы бы, церковь была бы обделенена очень много, если бы не было тех откровений полученных. Хорошо. Это прекрасно, да. Я просто хочу немножко тронуться как бы семейные отношения, которые были у греков, и которые были у евреев. У евреев женщина, это хранительница домашнего очага, это благословение. У греков девушка выходила замуж в собственную тюрьму. Почему? Потому что для мужа разрешалось все. Ну, я не знаю, стоит, не стоит говорить за греческого философа Демосфена, у нас две с половиной минуты осталось. То есть он сказал за разврат. Мужчины разрешен всякий разврат. Женщина только дома и только для того, чтобы рожать чистых детей, не имея права самостоятельно даже выйти из дома. И вот мы видим, даже по отношению семьи, благословение, сонаследница благодатной жизни, это огромное благословение и огромная милость. Друзья, спасибо, что вы с нами на «Импакте». Мы благословляем вас именем Господа Иисуса Христа. Юра, мы соединимся в молитве и мы будем молиться за наших людей, за наших зрителей, за тех, возможно, которые имеют свои трудности, свои переживания, свои поиски, Бога искания, Бога откровения. Пусть Бог восполнит всякую вашу нужду по богатству Его благодати во имя Иисуса Христа. Пусть исцелит все ваши болезни, пусть ваши трудности уйдут во имя Иисуса. Пусть на смену слезам, может быть, разочарованием, одиночеству, депрессии придет любовь Господа. Понимание Его любви к вам, понимание Его отношений, Его заботи о вас во имя Иисуса Христа Мы благословляем вас. Юра, соверши также молитву, пожалуйста. Дорогой Господь, мы благословляем святое имя Твое во имя Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, Господь Боже мой, за эту передачу. Мы благодарны за этих благословенных людей, которые сегодня слушают. Господь, благослови, пожалуйста, их во имя Иисуса Христа. Благослови, пожалуйста, Господь Боже мой, Твоим благословением, Господь. Боже, пожалуйста, решай их проблемы, Господь. Развязывай их узлы, Господь, Божий сил. Господи, светом своим божественным. Господи, просвети их души, Господь, Боже мой. Мы просим это все во имя Иисуса Христа. И за все благодарны Тебе вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья, мы уходим из эфира через буквально 30-40 секунд. Стойте вместе с нами. Я обращаюсь. Кстати, телефон 916-588-0588 0588 916 и реакод. Это телефон Юрия 588-0588 Запишите у вас любые вопросы. Можете пригласить Юрия для проведения семинаров в вашей церкви или в вашей группе или в вашей ячейке во имя Иисуса. Мы снова благословляем. Стойте вместе с нами. Поддерживайте. Молитесь. Поддерживайте финансами это служение. Дабы весть об Иисусе. Учение Евангелия. Библейские они распространялось более и более. Чтобы мы не умолялись, но вместе с вами были голосом Божьим. Голосом Божьим на этой земле, на этих континентах, на пяти континентах во имя Иисуса. Будьте благословены. Оставайтесь с нами на импакте. Всего вам хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова